В Азербайджане и евреи по сей день продолжают бережно относиться к своей вере, обычаям, праздникам и законам, подписанным в священной Торе. Сегодня в Азербайджане созданы все надлежащие условия для проживания и свободного республикания евреев. Представители этого малозыстренного народа, который является неотъемлемой частью нашего общества, всегда чувствует опеку и поддержку со стороны руководства страны. В 2010 году в Баку была открыта новая еврейская школа, отреставрирована древняя синагога в Кубе. Был заложен фундамент новой синагоги в Баку, строительство которой новая синагога завершается в ближайшее время. Строительство вырывается руководством страны и финансируется государством. На сегодняшний день в Азербайджане функционируют 7 синагог, 3 в Баку, 2 в Красной Слободе, 2 в Огузе. В Баку действуют 2 еврейские школы, еврейский детский сад, религиозная еврейская школа Ищева. В 1993 году в Бакинском государственном университете открытся кульпет, где преподается еврей. Также в Баку функционируют такие организации, как женская еврейская организация «Хава», молодежная организация «Еврей», еврейский культурный центр, благотворительство Хессер, Гершон и Чорин, и также спортивное общество «Макари». В 80-е годы 20 века коммунистический речень Советского Союза вверх голод и безработицу народа, проживающего на его территории. С другой стороны, армянская агрессия, изгнание азербайджанцев из родных семей, зверское убийство женщин, детей и стариков, оккупация 20% исторической территории Азербайджана, более миллиона азербайджанских беженцев. Этот трудный период еврейский народ также пережил вместе с азербайджанцами. Сегодня в Азербайджане проживает более 30 тысяч евреев. Всем известно, что евреи никогда не притеснялись в Азербайджане. Всему известно, толерантное отношение между главными исламских, православных и еврейских концерциями в нашей стране. Это является примером и для других государств. У нас толерантность в аспектах в рамках государственной политики. Еврейская община хорошо помнит, что их историческая родина является священной землей Израиля. Это она никогда не забудет. Однако и на азербайджанской земле еврейский народ проживает более 20 веков. Здесь похоронены наши предки и это для нас священно. Азербайджан наша родина, азербайджан наши братья. Если посмотреть на политическую сторону нашей жизни, то искренне можно сказать, что в последнее время в Азербайджане произошли большие изменения. Мы, как современные граждане азербайджана, активно участвуем в этих изменениях и пытаемся вовлечь в это дело наших соответственников, проживающих за рубежом. И переселившись в Америку, Израиль и другие государства, евреи сформировали в этих странах влиятельные общины, которые поддерживают свою родину азербайджан в важных вопросах. Это в основном охватывает социально-экономические, общеобразовательные, здравоохранительные, культурно-научные и прочие сферы. Балакосостояние азербайджанского народа растет с каждым днем. Создано благоприятное слово для бизнеса. Нужно признать, что азербайджанская республика процветает и становится прекрасной. Мы с надеждой смотрим в завтрашний день и становимся свидетелями успешного осуществления политикой экономического курса общественно-национального ведера азербайджанского народа Гейдара Ариева. Заложенная и религиозная политика сегодня успешно продолжается его достойным преемником Львову Мариеву. Уважаемые друзья, в конфликтах, происходящих на нашей планете, могут быть необратимые последствия. Однако я убежден, что религиозный фактор может сыграть особую роль в предотвращении этих конфликтов. У Азербайджана есть хорошая традиция и в этой области, которая заключается в толерантности за отношения религиозных конфликтов. Эти взаимоотношения не только способствуют предотвращению конфликтов, но и создают условия для того, чтобы не при каких обстоятельствах не возникали подобные события. Где господствуют фундаментальные религиозные ценности, там и речи не может быть о конфликтах. Это является целью общественных религий. Именно по этой причине Азербайджан является страной, где никогда не было антисемитизма. Мне кажется, что на земле каждый должен молить Бога о прощении наших грехов. Бог нас простит, Он вследится. Благодарю за внимание.